Добрый вечер. Будем с вами чуть-чуть глубже посмотреть на нашу главу Тору. Выберем там два-три темы, сколько успеем. Начинаем сразу с самого начала. Наша глава Тору начинается следующим образом. Ваидабер ли гимель мой ше, вае имя рело вани адиной. И сказал, говорил Бог Моше, и сообщил ему, я Бог. А до сих пор он думал, что он другой, что ли? Как это понятно, он Бог? Ну понятно, он Бог, он же, он говорился, может? Уже несколько месяцев они общаются только. Пожали ему руку, дали ему визитку, да? Приходили к нему в офис. Кто жду куст, а это Бог. Куст до сих пор, это уже прошел несколько месяцев, они общаются, общаются постоянно. Это как говорит человек, там, встречаться с ним год и говорит, ты знаешь, меня зовут Моше, ну и... А до сих пор с кем общался? Понятно, что ты Бог. То есть какое-то, какое-то, какое-то сообщение интересное. То есть первое, которое сообщает ему в севишнему, я Бог, хорошо, и. И что он хочет сказать? То есть, что он говорит ему? Говорит ему, я появился, Авраам Мицрак Якову. Но имя, которое я воспользовался в Эл-Шаддай, Эл-Шаддай. А имя, Юд-Хей-Вов-Хей, я не появился к ним. Ну, причем оно тут. Причем тут это. И после того, что он сообщил ему это, их двух сообщений, он говорит дальше. Вегаам, кроме того, хакимоисе из Брититам, я выполнил союз, который я заключил с ними, лосесло им, эс-эрец Кнан, давать им земла битована, где будет земла Израиля, сейчас называется земла Кнана, эс-эрец Мугри, эм-ашер Горубо, который они там жили до того, что оказались их сыновья в Египет. Вегаам, они шаматы, с наказанной и сролишами, цаима, ведимый сон. Кроме того, я услышал крик, который кричат народ Израиль под депрессирование египтяне. Войске Респресси, я вспомнил мой союз. Лахен, поэтому, поэтому всего, поэтому с чего? Что я Бог, так получается, да? Что я вот сообщил тебе это, я Бог, что я говорил с Абрамом Царь Киаков в имя Шадай, и не появился в имя Юдей Бовей. И кроме того, я услышал, он меня есть союз, мне давать им земла Бетавана. И я слышал народ Израиль кричит, спома шам, я должен випанят маево союзам. Паэтаму, лахен, муэр, лебны Исраэль, ани ад иной, байцейс эсэээм, битахас еблой с Мицраэм, байцалти эсээм маавидасом, байгалти эсэээм бизроэй, нэтойо, бешфоттим гадалим. Паэтаму, сообщите им, што ёя бог. Ну, уже говорили с ними. Воженис колкара, зо ёжээ билла апшэнэс, народ Израэль. Шораз, сообщите им што ёя бог. Хорошо. И я буду вас спасать. Дальше, Волокахти эсээмли леом, и буддите мэнья, не просто будду вас спасать. Сстановите смой народ, вои сэнохэм лээльхим, я будду ваша бог. Ви датэм, кээ ани ад иной элэйхэм, а мэйцэээсээм битахас еблэсээм бэлэсмэцээм. И тогда буддите признэцэ, што ёя бог ваша, кэтор вивэлла сэсээээ гипэцкэя. Как ты, когда читаешь это, как-то вообще непонятно, что он хочет сказать. Вообще ничего непонятно. Что тут написано? Поэтому, есть первый комментарий. Первый, более простой. В прошлой неделе мы читаем, как мошек послан Всевышнему с Аароном делать несколько месяцев, сообщить народ Исраээл, что он их услышал, что он будет их увести из, под брессирование египтян, от фараона и Египет, и он будет давать им земла бетавана. Он уже сказали. и написано, что евреи верили. И он демонстрировал там чудеса, три чудеса, которые ему дали. Потом сообщено, потом рассказали нам, как он дошел с Аароном перед фараоном. и фараон услышал их жалобы, и он их выгоняет, можно так сказать открыто, и ожесточает отношения по отношению с народом Израэла. Он ожесточает рабство. После этого встречаются полицейские евреи, которые приняли на себе все наказания из-за всего народу, из-за неуспешности выполнить квоту, которую им дали. И они начинают кричать на них, зачем вы пришли сюда, пачкать нас. И Моше обращается ко всемишнему с претензией. Почему вы отправили меня фараон и так делали ухучение для еврейского народа? Зачем ты меня отправил? Что отвечает ему там все вишнему? Давай посмотрим в главе шмот. Глава шестая. Вае имя ради ного мое мое ше отт тире ашер аэсэ лефарои. Ки би йод хазако יש альхэм у би йод хазако йегэрошэ мээрцэй. ты увидишь ты увидишь что все будет хорошо. Но ашэ недостаточно этого комментариев. Что ты увидишь сейчас. Что ты увидишь сейчас? Ты увидишь через время, через месяц, через год. Что ты увидишь сейчас? Сейчас. Ты увидишь происходящее сейчас. И не увидишь того, что будет не сейчас. Что не будет не сейчас? Не будет сейчас. Это земная бытована. Вот это не увидишь. Почему Всевышний наказывает Моше? Он говорит ему меня очень теперь жал и не хватает Аврагам. Почему? Аврагам не вел себя как ты. Не вел себя как ты. Я обещал Аврагам, что я дам ему сын. Я обещал, что этот сын будет продолжать его родом. И просто род. А продолжать его миссия. Создать еврейского народа. Миссия нести факель по всему миру о единстве Бога. Я дал ему Ицхак. Я ему все этого обещал. А когда я пришел к Аврагаму и говорил ему иди и уби своего ребенка и принеси его жертвоприношение к мне. Аврагам легко мог переходить с претензией. А секундочку, ты меня обещал. Не только что он не пришел с каким-то претензией ко мне. Он шел туда с радостью и чуть ли не убил ребенок. А ты что делал? Тебя отправили в форон. увидишь первой какой-то сложности, тебе какой-то противоречимый взгляд появился, ты уже пришел со своей претензией, как ты можешь так плохо делать народу потихоньку, то подожди чуть-чуть. То есть вот эта претензия, которой Всевышний говорит Моше с самого начала. В нашей голове идет продолжение этой же беседы. Этой же беседы. Это по-простому, да? Что продолжается? И он говорит ему. Когда я пользуюсь имя Хавая Юд-Хей-Вов-Хей, это показывает о выполнении Моих обещаний. Когда Всевышний говорит в Тору, будьте осторожны в чем-то, я Бог ваший, это означает, что я все вспоминаю. Не надо. То есть это такой вид выражения, когда Всевышний хочет говорить, что я даю Мои Слова, типа я обещаю, он пользуется какое имя Авая. И поэтому говорит, я тот, который не отстает от моих Слова. Я пользовался, когда я дал тебе пророчество имя Авая. То есть я, ты должен это знать. И кроме того, я когда появился к вашей предке Аврааме Царь и Якова, с ними не говорил так. Не говорил так. не воспользовался этого знака верности. Я дал им обещание, союз заключал в имя Шадай, Эл-Шадай, силу, но выполнять обещание дана им я не выполнил. То есть я еще должен. И он объясняет Моше, я же должен. Поскольку что я должен, но я должен это выполнять. И дальше он говорит, и поэтому и поэтому он говорит, в четвертый пасуг, пятый пасуг, шестой пасуг, да, он говорит, я же теперь буду все выполнять. Все выполняю. Хорошо? Это пир. То есть получается, что в нашей главе в этом образом восприятие тут получается продолжение успокоения Моше. Первый он говорит ему, что ты жалуешься. ты не научился у Авраам, хорошо? Если я говорил что-то, я же Бог ваш. Я выпадет. Я это, ты должен увидеть у Авраам. Авраам, когда была противоречима, не смел вообще спорить со мной. Он делал все, а ты чего тут возмущаешься? Кроме того, я обещал Авраам цах Яков. Обещал, но не выполнил. То есть имя Авая еще не появилось. То есть выполнение обещания еще не совершилось. И я обещал это не только имя, я это сказал тебе. Поэтому теперь я говорю в имя Авая будет все этого. Будет успокойся. Сейчас все ищи. Это первый комментарий. Второй комментарий который Раши приводит меняет по сути все. В чем она меняет? Она меняет в том, что предыдущей главе и претензия к Всевышнему на Моше это после нее есть точка. Чему ты жалобаешься? Успокойся. И он объясняет ему как будет дальше. Что он объясняет? Он объясняет ему следующее. Авраам не просто не продавили претензии такими как у тебя. Какие претензии? Почему ты делал обратно? У них было все намного поспокойнее попрошу? Более того, когда я появился к ним, иногда я появился к ним в имя Авая. Ну, написано там, написано в книге Берешит. Но часто я появился к ним в имя Эль Шадай. и они как ты не задают вопрос. Маша прошлой неделе мы читали, он говорит, а что это за имя? Объясни меня имя. Нет, что за вопросы такие? Я вижу, что тут все удивительное лицо. Хорошо, я покажу. Нет, нет, на запорбрей не будет вопрос этого повода. Можно сейчас задавать вопрос, мы еще на урок. То есть у нас есть вопрос этого у Маша будет вопрос этого у народа кто ты, что скажу им? Ну, скажи, кто ты такой? То есть говорит ему всем, что за допост ты устроил? То есть когда Авраам появляется у него как это не совсем палатку. Есть обещание ли ему что земля бит авгана будет его? Но на платье вы сомашет что сомат лово что купит гроб для его жена сара. Есть обещание лицехака что земля бит авгана будет его? Он постоянно барбана к к колоцей. Есть обещание лица Якова что у него будет земля бит авгана то же самое у него постоянно проблемы. И он не жалуется. А ты не просто жаловаешься. Ты еще говоришь скажи мне твое имя. Которые они не спрашивают. Почему ты так ведешь себя? Что получается дальше? Получается дальше что дальнейший псуки говорит ему Всевышнему ты должен понять что если я тебя обещаю это не что он говорит передай не переживай все будет хорошо 4 5 6 поскольку это не все будет хорошо он говорит я же говорил тебе что так будет где твой уверенности в меня я же говорил что будет так будет зачем претензии ты должен укрепить своего уверенности в того что я говорю тебе вот еще раз на фон первой первой объяснении первой претензии была в прошлой главе в нашей главе идет уже успокоение такая а на второй главе жалобу и воспитание мошэ продолжается дальше действительно почему есть такая двойная комментария это в мидраж а это более по-простому ваши пишут что это первое объяснение псуки это по-простому того что написано в текст а второй это уже мидраж почему так объяснение в разнице между аварам и цхак и яков их роль их подход к жизни и мошэ мошэ не просто создает народ мошэ у него есть очень большая ответственность он должен создать народу и он должен запасть прямо в их сердца и как это называется запал попасть прямо внутри их восприятия жизни попасть прямо внутри их сердца и пробудить у них понимание и чувства поэтому мошэ так сильно допрашивает кто это объясни мне кто такой всебешному объясни меня и мне всебешному я должен им что-то сказать скажи мне что-нибудь что я передам не просто поверхностно а объясню так что они поймут о чем я говорю то же самое он приходит к всебешному и говорит сейчас плохо почему ты так это делаешь ты мог это делать по-другому это не что он не верил почему ты так делай объясни мне что я им объясню что я сам пойму и им объясню мне нужно понимать ваши пути исправления управления всего этого процесса объясни и дальше он постоянно это требует всебешному дай мне больше инструмент меня больше надо знать я должен больше давать тем не менее говорит ему всебешному тебе нужно научиться чуть-чуть у вашего предки быть более доверчивой и понять что если я что-то говорю так оно есть это первая часть нашего урока просто у Абраама сколько было людей всего ничего а у вашей миллион как минимум ну и и ответственное соответствующее вообще-то написано что у Абраама было тысячи десятки тысячи так написано это его мишпака скажем так а у того народ я согласен поэтому я говорю что есть тут вопрос серьезный вопрос может и говорить мне нужно это для народа мне нужно да 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 ну нельзя так говорить по приотцов они были не просто большими людьми они были очень-очень большими людьми в интеллект не то что не то и этого служение ну это не совсем так но не важно сейчас не важно не будем входить в этом деле есть еще один очень интересный тут нюанс какой нюанс давай откройте в главе 6 пасук 12 муэрт Всевышнему Зачем ты меня отправляешь К народу Израиля, к фараон Они не слушают меня У меня Проблем речи Не знаю, как это перевод на русский язык Казноязычный Казноязычный Хорошо Продолжает дальше Мы видим, как это повторяется Этого претензия Повторяется Добавь от крива Этого претензия 20 девиятый пасух Ваидабер аддиной Эльмейшел Эмейр Энния, аддиной, дабер Эль парой Мелых Мицраем Эсколла шэр Энни дабер Эльехо Габаритим Мофсевишну Ябог Яд парабля Тибиасичас Фараон Иди габарим Уфсошто Ягабару тибиа Ваио Эмэрмейш Лепна аддиной Энна рия Энниарал Сфосоим Ваэх Ишмай Лай Парой Яжэ Нигавару Хорошо Как Будитмин Ислишет Фараон Штат Вачай Тиму Всевишну Ваэмэр Энниар 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 Эннишэрээ Насатихо Элэхим Лефарой Аэрэ Нухихо Янэвэй Эхо Яд Яд Илал Тибиа Эллхим Тоис Иву Судзь Даним Ситуация Эллхим Тут Эмэ Эллхим Тут Эта Парабэк Эта Значэ Судзь Исилу Над Фараон Тибудиш Иву Надзирац Паэтаму Тибудиш Гаваритцнин Иээрон Он будет твой Не пророк А Тут Слово Нави Это Переводчик Переводчик Это Есть в этом Несколько аналогов Тору Тут говорят Что он будет Ваш переводчик Переводчик Объясняющий И это Озвучивает Второй Пасук Спикер Второй Пасук А то Ты будешь Говорить Все что Я тебе Велю Вээрэ Нохихо Йедабэр Эл Парой Аэрон Будет Тоже Говорит Сфарон Вашилах Эдвэй Исраэл Будет Отправдат Народ Израэль Давай Пиэр Вэвэпрос Кэдэ Мистеричали Этэвэ Пэрэнзиэй Пиэр Вэрэз Умошэ Што Нево Есть Проблем Стричь Вээрэ Да Да Давай Читаем Давай Открываем Это Читаем Давай Ну что он говорит Там Давай Открываем Это Да Я помню Это Я помню Давай Откроем Это Это В Четвертой Главе Пасук Десатый Вэйо Имэр Моя Шээ Эл Адэ Ной Пиэ Адэ Ной Лой Иш Дворим Моноихи Гам Митмой Гам Шэл Шоим Гам Мээ Аз Дабр Хоэ Лав Дэхо Ких Вад Пэ Вад Лошэ Ноноихи Умалай Увас Мой Господин Он Габар Ивсэ Вишнамо Я Жан Нир Я Кричивый Человек Я не говору Публично Я Миня Проблем Я Зайкаю Я Не могу Что Отвечает Имэ Вишнамо Вэйо Имэ Радинай Лав Мисам Пэ Ло Одом Ом Йосум Илэм Ох Ирэш Опикэх О Ивэр Оно Ни Хэ Ва Габарит Имэ Вишнамо Что Ти Габариш Кто Сотворяет Человек Рот Я Кто Делает Человек Немой Я Ну К чём ты Какая Какая у тебя Проблема Ну Я тебе Иди Я говорю тебе Иди говори То есть Значит Я дам тебе Возможности Говорить Что ты хочешь Вы Заметили Что у нас В голове Такой претензии В совещанному Нету Первый Тут два вопроса Очень серьезные Ты уже спросил Это В совещанному Тебе Ответили Уже Да зачем Ты ещё раз Поднимаешь Этот вопрос Тебя говорили Дадут тебе Как говорит Ну всё Тебя нужно Ещё раз Спросить И второй В прошлой Главе В совещанному Прям идёт В претензии Ты что У меня есть Проблем Давать тебе Как говорит Я дам тебе Как говорит У тебя будет Рот Всё будет Нормально А в этой Главе Что отвечает Ему В совещанному Да иди Иди Говори Нет Он не говорит Что Арон Будет Где написано Ты иди Говори Что нет Почитай Первый и второй Пасук Во седьмой Главе Ещё раз Открывай Седьмой Главе Первый и второй Пасук Почитай Второй Пасук Начинается Ты будешь Ты будешь Говорить Ты будешь Говорить Арон Будет переводчик Арон Будет Объяснять Понятно Понятно что тут странно Да То есть получается Простая комментария Не простая А упрощенная Говоря Переводить То есть Что правильно Как написано Второй Агал Сватай Агэл Это как Человек Который Нидеролобрязание У него Орла Что это означает Закрытый Закрытый Огонь То есть У меня Закрытый Рот В чём Закрытый Рот Он говорит Посмотрите Посмотрите Ребята Что написано Раньше Я покажу Это Посмотрите В шестой Главе Девият И пасук Воедабер Моша Кенн Эль Бни Исраэль Моша Пашол Говорил Народ Израэль Велло Ишаму Эль Моиша Они Нислу Шэли Моша Почему Нислушали Моша Мико Царуах У них Была Адишка Они Не могли И Тяжолый Труд И что Тут Моша Говорит Посмотрите Народ Израэль Меня Нислушает Будет Слушать Меня Фараон У меня Проблем Я говорю Они Нислушают Зачем Меня Ити Туда Они Меня Нислушают Посмотрите Можно Делать Это Подругом Начинай Ударить Хорошо Япон А Ити Говорит Зачем Понимаете Разница То есть Если Вначале Там Был Физический Я Зайкаю Либо Ну Я Некрасиво Говорю Говорит Всевышний Я Творец Я Дам Тебя Все Будет Нормально А В нашей Главе Совершенно Другой Вопрос Меня Не Слушают Зачем Мне Идти Туда Что Ему Отвечать Всевышнему Иди Говори Фараон Все Что Я Говорю Тебя Тогда А Он Зачем Переводить Из чего К чему Моше Говорит Ему Дали Уже Рот Он Говорит Хорошо Он Уже Говорит Хорошо Все Все Нормально Ему Дали Пошли Пошли Главе Уже Поняли Что Дали Ему Возможно Он Говорит Ты Иди Скажи Фарон Все Что Я Говорю Тебя А Арон Будет Переводить К чему Переводить Что Он Тупой Понимает Что Говорят Ему Не Дали Ему Здесь Двенадцатый В конце Да Параон Будет Слушать Меня Ведь Я Сосноязычный Ну И Это Было Уже Прошлый А Сейчас Когда Где Где Так Значит Послух Двенадцатый И Говорил Машель Хорошо А потом Не Слушали Меня Как Параон Будет Слушать Меня Ведь Я Сосноязычный Он Ему Не Дал Видимо Хорошо Давай Перелистай На Тридцатый Пасук В чем Разница Между Двенадцатый И Тридцатый То же самое Почему Еще Раз Нет Потому Что Посередина Был Перерыв Их Родословность Это Повторный Того Что Было Написано В Двенадцать Он Начинает Заново Этого Тема То есть Давай Посмотрим Здесь Он Подъявляет Претензии Как Реагирует На его Претензии Всевышнему В седьмой Главе Сразу Он Отвечает Ему Ну да Что Будет Порог То есть Аарон Для поддержки Штамов Посмотри Пожалуйста Почитай Первый Второй Послук Седьмая Пророк Пророк Это Переводчик Второй 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 Ты будешь говорить Ты будешь говорить Он будет говорить Ты будешь говорить Что ты будешь говорить Все что я говорю Тебя Аарон Будет переводить У меня вопрос Говорить с фараоном Еще раз Бредит Мы тут не в детский сад Мы читаем Тору То есть Поэтому Он говорит ему Ты должен говорить Кому должен говорить Фараон должен говорить Что должен говорить Все что я говорю тебе И Аарон будет переводить Переводить это означает Что я говорю по-русски А кто-то не понимает по-русски Понимает только по-украински Поэтому Ты будешь ему переводить Но я говорил То есть Моше говорит Аарон будет переводить К чему будет переводить Потому что фараон тупой Фараон не знал и влит Если он тупой Аарон не поможет На язык фараона Может переводить Ну ребята Что вы думаете Ответ к этому А да Мы же говорили И уже что не заикает Но уметь говорить Уметь говорить красиво Это два разных понятия То есть Ты думаешь Что в совершенном Даль ему Не заикаться Но тупить Когда он говорит Ну как-то Не совсем логично То есть Он дал ему половину Будешь говорить Прямо Но туп Но будет тупить Не совсем Это так не бывает Аарон не знал и влит Вот Аарон переводит Уже Уже ты что-то говоришь Ты уже что-то отвечаешь То есть В совершенном Говорит ему Ты будешь говорить Все что я говорю Как в совершенном Общается с муше На святом языке Он говорит Ты должен Летти К фараон И должен Говорить ему Как раньше Объясняет Малавец лейб Первый он говорит Ты будешь говорить Один раз Как суд Ты переговор читал И читал его Как я говорил То есть На святом языке Приходит Аарон И переводит Это На арабский Или на египетский Что они говорили Там в то время Он объясняет И объясняет ему Это То есть Ну например Человек был Судом Да Суд читал Суд По государственным Языком Ты чужой Не знаешь Этого языка Тебя пришел Адвокат И говорил А суд Говорил Что так И так И так Должен делать И объясняет Потому И как это будет И когда это будет То есть То есть Роль Моше Прочитать Приговор Или сообщение Всевышнему Четко Как Всевышнему Ему это говорят Аарон должен Перебодить Поговорить Объяснить Мы уже поняли Только вопрос Зачем 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 Так надо Раз написано Так Зачем Это означает Написано Почему Но ответ Не может быть И потому что Написано Это недостаточный ответ Еще раз Не почему Аарон переводит Почему Моше Должен приходит Вообще Давай Давай Более Ясно Объясню вопрос Претензия Моше была Какая Меня не слушают Он говорит Ему Прекрасно Будешь Ходить Говорить В чужом языке Фараона Один раз А он Будет переводить Как это отвечает На вопрос Моше Он говорит Меня не понимают Говорит Иди говори Чужой язык Один раз Так ну иди Пусть отправляй Отправляй к нему Аарон Я скажу Шепотом Аарон Дома Он пойдет Моше Меня сказала Так и так Ну более нормально Ну и Ну хорошо Объяснили Это все Аарон Зачем это Сказать Параон Выгодит Но если Ивреи Видят Что Парон Слушают Моше То есть Они тоже Начнут Слушать Первый Мы услышали Только что Что он До сих пор Не просто Не слышал А к ним Очень грубо Обратился Еще не начался Никакой процесс Один раз Они ходили К фараон Фараон Ну чуть ли Их не выгонял Так Разница Аарон Моше Какой для него Никакой А этого Моше Представляете Как это выглядит Странно Приходит Перед царем Что-то Говорит На каком-то Непонятном Языком Культурного Всемогучий Царь Всего мира Практически Что там Что-то Говорит Себе А потом Его брат Приходит И объясняет Все Зачем Больше Обратить Внимание Больше Затрить Внимание Ну Можем Могли Взять Клоун Он будет Обратить Внимание Тоже Вы уже Так Довели 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 Ну Ответ Ответ Была В том Что Для того Что сломать Тут идет Процесс Сломать Той клепа Который Называется Митсра Египет Сломать ее Можно только С Мож Всевышнего А это Можно делать Только Повторяя Слова Всевышнего Это Как Читать Тору И учить Понимая Себе Когда Ты читаешь Тору Это Одно Когда Ты что-то Коментируешь Можно Правильно Можно Неправильно Можно Тут Спорить Или Понимать Или Не Понимать А когда Всевышнему Говорит ему Ты Жаловался Что Тебя Не Слушают Теперь Я Таю Тебя Мой Мож Теперь Ты Мой Носитель Информации Ты Иди К нему Один Раз Говори Мои Слова Что У него Никаких Отговорок Не Будут Аарон Объяснить Ему Он Все Понимает И С тех Пор И Дальше У Мож Не Появились Вопрос Он Что Просил Что Он Будет Достучать К душой Народу Израила И Фараон Вот Это Он Получил Всевышнему Это Отдал А Есть Вопросы Еще Что 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 С тех Пор И Дальше Не Было Вопрос Он Передал Информацию Посмотри Диалог Шел Дальше Практически Только В имя Моша Не потому Что Аарон Не Перебудил То есть Пришел Моша И Говорил Ему А потом Вел К действию Аарон Что-то Делал Аарон Но Первый Разговор Подчеркивается Кто Говорил Ему Моша Моша Говорил На Святом Языке Непонятный Для Фараона Язык И Тем не Мене Это Называется И Говорил Моша Фараон Он Просто Повторял Слова Всевышнему Один К Одному Перед Фараон Это Называется И Говорил Фараон Кто Кто Говорил Моша Говорил Конечно Знал Он же Был Воспитанный В Египет Всевышнему Говорил Ему Ты Должен Передать Ему Все Что Я Говорю Я Говорю А Не То же Самое Не То же Самое Посмотри Когда Когда В будущей Будущих Поколений Появились Пророки Появились Пророки Всяких Разных Пророк Для того Что Пророк Будет Выслушан И Все Которые Слушали Его Должны Были Выполнить По закону Тору Его Пророчество Он должен Был Сказать Это В определенный Образ Так Начало Было Так Сказал Всевышнему Передать Вам И Вычитывать Словами Даны Ему Всевышнему Потом Он может Садиться С ними Объяснить Обсуждать Но Прежде всего Пророк Должен Приходить И Говорить Послание Дана Ему Всевышнему Почему К словами Всевышнему Есть Огромный Сил Это Самая Большая Сила Это Как Разница Между Вера И Понимание Всевышнему Говорит Так Ты Должен Это Выслушать Это Как Спросить Ну Я же Не Понял Идиш Когда Был Маленький Зачем Я стоял У Ребе В Робренген Пять Часов Без Понимания Слушать Слушать Слова Всевышнему Слушать Как Ребе Говорит А Потом Сидеть И Учиться Хорошо Отдельный Вопрос То Есть Выслушать Месседж От Бога Это Очень Дорого Это Очень Серьезно Это Главное А Сейчас Не Владимир Ефимович Отвечает Что Он Не Знал Других Языков Ну Он Учился Он Учился Он Он Учился В Берлин Не Зная Немецкий Потом Учился В Сахбо Не Зная Французский Жил В Украине Не Зная Украинский Ездил По Поездам Не Зная По Русски Ну Он Говорит Только Немецкий 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 Ребе Говорил Ребе Говорил Постоянно С людьми На 8 Языков Которые Ну Мы Видели Что Он Говорит Кроме Французский Русский Украинский Идиш Иврит Это Был Испанский Итальянский Других Таких Диалектов Ребе Говорил Во всех Свободный И даже Когда Отправили Ему Письмо И Было Такое По Китайски Он Отвечал Ну Что Такой Был Но Тем Не Менее Он Говорил На Идиш Была К этому Причина Это Один Вопрос Это Действительно Вопрос На Фарбринген Давай У нас Есть Следующая Посмотрите Вот Правильно Говорил Владимир Ефимович Что Есть Первый Раз Говорит Муше Всевышнему У меня Закрытый Рот Я не могу Ничего Делать А потом Есть Перерив И это Повторяется Еще раз 12 И 30 Что Было Посередина Посередина Начинается Рассказать Родословность Для Чего Нужно Рассказать Родословность Нам Хотели Сказать Откуда Появилась Появились Муше И Арон Ну Как будто Мы Не знаем Что Самое Интересное Самое Интересное К Концу Посмотрите В 6 Главе 26 26 Пасук Гу Арон Гу Муше Это Арон И Муше Вот Все Что Мы Рассказали До Сих Пор Которые Родились Йохевед И Амрам Да Сыновья Это Вот Той Арон И Муше Каш Муше 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 И Арон Что за Подчеркивание Мы Что-то Не поняли До сих пор Мы думали Мы думали До сих пор Что Муше Это Какой-то Чужой Появился Ниоткуда Арон Тоже Какой-то Другой Арон Теперь Нам Открыли Глаза Это Той Муше И Арон Вы Что И Второй Тут Арон И Муше Потом Муше И Арон Почему Так Старший Брат И Млад Хороший Вопрос Очень Хороший Вопрос Царь Священно Служитель Духовная Материальная Царь Священно Служитель Ну И Ну Духовная Материальная Составляющая Да Я понимаю Того что Говорит Я понимаю Только Только Есть Тут Вопрос Второго Лишного Слова Нет Тут Мы Видим Два Прямо Такие Сочные Такие Выражения Псуки Которые Типа Делают Нам Открыто Это Той Арон Муше Которые Должны Вести Время Из Египта Это Той Ж Они Которые Должны Говориться Фараон Вывести Время Из Египта Муше И Арон Ну Очень Странно А Вы Сейчас Отвечаете Почему Арон Муше Муше Арон Да Хорош То есть Действительно Причина Ребе Объясняет Это Очень Красиво И Это Обосновано На Раши Которые Тут Есть Когда Мы Говорим О Арон Муше Он Объясняет Тех Которые Упомянуты Верх Сыновья Йохевед И Амрам Что Раши Хочет Сказать Ну Поняли Мы Знаем Это Нет Раши Хочет Что-то Сказать Хочет Сказать Причина Что Есть Такой Арон Причина Что Есть Такой Муше Не В них Не В их Способности Это Было Дар Дано Не От Себя От Йохевед И Амрам За Их Поведение Они Рожали Такими Детьми То Собственно Мы Можем Выбирать Любой У Любой Человек В Мир Поставить Такой Человек Как Муше Поставить Такой Человек Как Арон Всевышнему Отдал Это Именно Йохевед И Амрам Почему Он отдал Йохевед И Амрам Ну Естественно Йохевед Потому Что Она Боролась С Фараон И Победила Его И Не Отдала На убой Иринских Детей Не смотря Что Это Была Очень Рисковая Затея Он Хотел Ее Убить За Этого И Тем Не Менее Она Это Делала Дальше И Амрам Который Был Великий Человек В Это Поколение Вернул Несмотря Ни Никаких Сомнений Обратно Йохевед И Рожал Муше Для Ни Они Были Такими Людьми Они Были Вожаты Еврейского Народа И Вели Себе Так Что От Них Созданы Такие Двух Личности Как Муше Второй Хочет Сказать Нам Раши У Аарону Муше Это Есть Аарон Муше Который Говорил Им Всевышнему Что Подчеркивается Здесь Говорит Раши Подчеркивается Что Они Равны В чем Равны Муше Равны Саарон Нет Никакой Равны Они Равны В задачи Которая Поставлена Перед Себе Вывести Еврея Из Египта У них Одно И того Же Должность Мы Не Говорим Сейчас О качестве Пророчества О Муше О Ее Способности Принима Тору Это Другой Вопрос Сейчас Мы Говорим О Задаче Поставленной Вывести Еврея Из Египта Они Равны Он Мой Ше Египта 27 Они Медабрим Они Говорят Перед Фараон Ше Ницетаву Эм Ше Киму Дайот Проних Типа Свидетел Ства Себиш Наму Тово Что Им Сказали Дилат Они Випанняли Они Непитались Пахитит Апхадит Страх Нет Как Сказали Им Говорит Так Говорили Не Умничали И Заканчев Айцараши Он Мошэ Ве Аарон Типир Мошэ Прижда И Аарон Почему Они Вишли Хутам Они Вих Посланья У Бецит Катам Правиднасти Метхила Ватсов То есть Они Оба Випаннили Их Миссия И Они Оба Остались В такой же Правидности Такой же Состоянной Правидности Сначала До конца Еще раз Тут Мошэ Переда Аарон Когда Мы Говорим О послании Послание У Мошэ Было Огромное Он Говорился Всевышним Он Принимал Тору Послание Другое Но Когда Мы Ставим Аарон И Мошэ Аарон Когда Дал ему Миссия Или послание Он Выполнил Поэтому Они Равны В том Что они Выполнили Послание Но Тут Старше Мошэ Та же Самое В Правидности Понятно Очевидно Что Мошэ Правидный Намного Великий Чем Аарон Но Тем Не менее Аарон Никогда В своих Жизни Как И Мошэ Никогда В своем Жизни Не Изменился В своем Правидности По отношению Со Всевышним Поэтому Есть Тут Вух Выражение Говорят О Их Родословности Это Не их Заслуга Это Заслуга Родители Во вторых Они Оба Выполнили Своих Миссия Одинаково Совместно И Второй Их Правидности Их Выполнение Качество Качество Их Послания Мошэ Старше Аарон Но Они Оба Выполняли Это Как Надо Как Следуется